Как сказал главный врач медико-санитарной части Борис Питимрезов, задачи, как и в предыдущие годы, перед коллективом стояли важные, ответственные и масштабные. Это укрепление материально-технической базы учреждения, дальнейшее улучшение качества и доступности медицинской помощи, повышение квалификации сотрудников, внедрение новых методов диагностики и лечения, реализация различных программ. Вся эта работа проведена на должном уровне. Выросла и заработная плата работников медучреждения. Указом президента Российской Федерации номером 597 от 07.05.2012 года о мероприятиях по реализации государственной социальной политики. Это повышение зарплаты работникам здравоохранения, работникам образования. У нас этот указ выдержан полностью. Поликлиника медсанчасти обслуживает ежегодно 20 тысяч человек. В учреждении высококвалифицированные медики проводят лечение, профилактику и диагностику больных. Главный врач Борис Питимреза в своем докладе подробно рассказал о проделанной работе медучреждения и о том, какие новые методики и оборудование планируется внедрить в процесс лечения, что позволяет улучшить качество диагностики и доступность медицинской помощи населению, проводить медицинскую реабилитацию больным с хроническими заболеваниями. «Медико-санитарная часть – один из самых стабильных коллективов города», – сказала начальник отдела здравоохранения Черкесска Тамара Хохандукова. «Тут есть старшее поколение очень опытных врачей. Есть у кого брать пример и хорошо организован контроль качества работы персонала», – добавила она. «Я хотела бы сказать вам большое спасибо, что несмотря на значительные нагрузки, несмотря на такой наплыв посетителей, организационно все было сделано для того, чтобы все население было ваше обихожено. Я желаю вам крепкого здоровья. Я считаю, что врач должен быть всегда здоров сам и, в общем-то, прилагать к этому усилия. Желаю процветания вашему коллективу». Еще один важный момент. В медико-санитарной части в 2015 году при оптимизации штатов сокращения сотрудников не было. «Что Борис Султанович говорил, что в 2015 году получилось не сократить количество работников. Я скажу, это его заслуга. Я не знаю, сколько раз мы с ним созванивали, сколько раз он приходил в Минздрав, чтобы всех вас оставить на ваших рабочих местах, чтобы не сократить койки вам, не сократить объемы. Я скажу, он скромничает чуть-чуть, но это большую заслугу вашего главврача, то, что на сегодняшний день у вас практически не было сокращений в 2015 году». Министр здравоохранения Казим Шаманов поблагодарил коллектив за хорошую работу и озвучил приятную новость. В северной части Черкесска, где строится новый микрорайон, будет открыта и многопрофильная поликлиника. Возможно, это будет структурным подразделением медико-санитарной части. Аладдинаева, Али Бустанов, Вести, Карачева, Черкесия.